Игромани – одна из самых тяжелых зависимостей, считают психологи. Еще пять лет назад проблема азартных игр стояла особенно остро. Повсеместно располагались денежные игровые автоматы и казино. Со вступлением в силу закона о закрытии горных заведений на территории России ситуация стабилизировалась. Однако и сегодня находятся злоумышленники, желающие нажиться на чужой болезни. Недавний случай. Молодой новичебоксарец проиграл все деньги в карточной игре, а следующей ночью свел счеты с жизнью. Подобные трагедии, к сожалению, не редкость. Люди, страдающие от игровой зависимости, не умеют решать проблемы в реальной жизни. Они чаще других подвержены стрессам и перепадам настроения и ведут себя так, как наши статисты. Обеспечить игроману доступ в казино все равно, что вручить шприц наркоману. Буквально недавно оперативным органам удалось сдержать преступную группировку, незаконно организовавшую в столице Чувашии сеть игорных заведений. Следствием и судом установлено, что с лета 2011 года по июль прошлого года злоумышленники в составе организованной преступной группы незаконно организовали законспирированную сеть подсольных казино в городе Чебоксары, состоящую из пяти точек, используя для этих целей не менее 22 игровых автоматов, пяти игральных столов, систему видеонаблюдения и другое оборудование. Этот незаконный бизнес позволил злоумышленникам извлечь доход в крупном размере на сумму не менее 8,5 миллионов рублей. Их деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Все игровое оборудование было изъято. В настоящее время приговор суда пока не вступил в законную силу. Шести злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режима. Кроме того, каждому члену преступной группировки назначены штрафы в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.